Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Из Сочи в Севастополь морем пока не добраться. Рейсы лайнера «Князь Владимир» отменили до августа. В Адлере появится новый сквер. С его обустройством помогут предприниматели. Об этом стало известно во время рабочего визита мэра. В Сочи ликвидирован наркопритон. Он действовал на улице Войково, хотя хозяин все отрицает. В Сочи проходит чемпионат среди команд «Кофейн». Напитки победителей появятся в меню курортных заведений. В станицах и поселках Кубани должны появиться места для купания в реках. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев на совбезе в Анапе. На совещании обсудили, как сделать безопасным отдых жителей края, а также туристов со спортсменами, наплыв которых ожидают во время проведения чемпионата мира по футболу. Как готовы справиться с потоком гостей, расскажут наши краснодарские коллеги. Отдыхающие на пляжах Анапы сегодня делятся на две категории. Те, кто пришел полюбоваться видами моря, и те, кто уже готов принимать солнечные ванны. И это несмотря на то, что официально курортный сезон еще не начался. На набережной туристы со всей страны, ведь приезжают сюда традиционно целыми семьями. Это для местных вода еще холодная, а среди отдыхающих уже нашлись смельчаки, чтобы покорить волны Черного моря. Прохватно, но бодрит, свежит. И если надо, значит надо. Мы такие люди. А вы сами откуда? Из Москвы. А в Анапе часто отдыхаете? Ну, третий раз. Вы не представляете, какое впечатление не только от моря, но и от города, в котором живут люди. Во-первых, что нравится – это чистота и порядок. Чистоту и порядок на центральном пляже отметил Евгений Кондратьев. Глава региона специально приехал в Анапу, чтобы проверить, насколько курорт готов к началу сезона. Ведь еще прошлым летом к состоянию территории у губернатора были претензии. Сегодня изменения, как говорится, налицо. За проделанную работу Вениамин Кондратьев благодарит мэра Анапы, который заступил на свою должность полгода назад. Где мы сейчас были, где мы проехали, что я посмотрел. На самом деле просто есть хозяин и есть порядок. Есть комфорт, который в городе появился, уют, который вы создаете. Конечно, в первую очередь это и для горожан, ну и, конечно, для многомиллионных гостей, отдыхающих Анапы. Вот сегодня мы можем констатировать, что Анапа другая. Анапа уже уютная, гостеприимная и, я уверен, милое сердце. И сюда много-много-много еще раз. Те, кто уже отдохнет в этом сезоне, в прошлых сезонах, они достаточно вернутся. А это единственный в Анапе отель, который работает по системе «Все включено». Сейчас тут наводят последний марафет в номерах. С 11 июня уже забронировано почти три этажа. Ждут здесь не только туристов. На время Чемпионата мира по футболу тут разместится сборная Дании. В отеле специально пришлось докупить мебель и жесткие матрасы. А наши кубанские повара разработали меню для иностранных гостей. Они выбрали наш отель. И им очень понравилась наша кухня, то, как мы приготовляем. И сказали, что лучше они не найдут. Высокий уровень сервиса с порога замечает и Вениамин Кондратьев. Это не просто отдельно стоящая гостиница, а современный парк отелей со своей зоной отдыха. Впечатлениями с губернатором делятся и сами постояльцы. Вот мы второй раз приезжаем, очень довольны. Мы были осенью. Цены приемлемые. У нас очень много отелей за такую же стоимость, но с уровнем сервиса намного в разы. Соотношение цены к качеству идеально. Это то, что мы сегодня должны максимально добиваться целого на побережье, на нашем будущем вопросе. Если было бы больше таких у нас мест, я думаю, у нас бы и туризм был намного более развит, чем сейчас. Внутри главе региона показывают номера, которые подготовили для футболистов. Для руководства отеля предстоящий мундиаль, своего рода экзамен. После него тут планируют принимать еще больше гостей. Рядом инвестор строит еще два корпуса. Соглашение было подписано буквально несколько месяцев назад на сочинском форуме. Вот мы подписали соглашение в феврале. Сегодня уже 100 миллионов инвестировали. Уже идет полное строительство. Если там будет такое же качество, как здесь, там будет лучше. Ну, коллеги, о чем мы говорим? Только вот при таких обстоятельствах, когда мы строим такие современнейшие отели, комфортные отели, доступные по цене, мы не только сохраним количество туристов, которые приезжают в наш край, мы и увеличим, и увеличим кратно отдыхающих, создавая условия, доступные условия для качественного, комфортного отдыха и жителей края, и жителей, конечно, страны. А вот то, что сейчас я вижу, мы к этому не только стремимся, мы это уже реализуем. Уже начали. В 2020 году уже первая отдыхающая команда. Коллеги, лучше любых отчетов. Мы сейчас стоим уже в готовом, где сборная Дании будет проживать, где сегодняшние отдыхающие уже проживают. А это и с экономикой. Коллеги, все, что мы делаем, это наша экономика. Меньше отчетов и больше конкретики в Неминкондрате требуют и на краевом совбезе. Главный вопрос – безопасность отдыхающих и местных жителей во время курортного сезона. Как выяснилось, далеко не все гостиницы и отели в крае прошли проверку и получили паспорта антитеррористической защищенности. С их владельцами разговор будет коротким, обещает глава региона. Они просто не смогут принимать туристов. До 1 июня совместно с заинтересованными ведомствами, которые указаны в стороне правительства, главами муниципальных образований, эту работу необходимо завершить по выдаче паспортов безопасности, антитеррористической защищенности. В противном случае ни один из них работать не должен. Коллеги, я понимаю, что сезон, я понимаю, что каждый день кормят. Но еще раз подчеркиваю, что давайте вместе с пониманием, что это бизнес, нести и социальную ответственность перед отдыхающими не только со всего края, но и со всей страны. Обращаем внимание на результативность проведенных проверок и, самое главное, на принятие мер к устранению выявленных нарушений. Закрыть при грубом нарушении, да, нужно будет на самом деле, но еще лучше организовать достойный отдых. Это самая главная задача вообще-то наша. Поэтому принимать самые жесткие меры к нарушителям, принимать самые жесткие меры к тем, кто сегодня не справляется со своими обязанностями, должна чувствовать соответственность. Не будет ответственности, не будет контроля и спроса, у нас так и будет все продолжаться. Никаких поблажек не будет и дорожным службам. С началом лета на автомагистралях края не должен вестись ремонт. Эту позицию губернатор обозначал не раз. Однако уже сегодня некоторые участки дорог, где работает техника, вызывают опасения. Сотрудники ГИБДД докладывают, есть риск, что в районе Нижнебаканской могут не успеть закончить ремонт к обозначенному сроку. Ну, на сегодня у нас в Нижнебаканке до сих пор в каком-то таком состоянии ведутся работы и каким образом там будет проходить транспорт. Там мало того, что грузовой транспорт идет, большие грузы, правильно? И сейчас у нас курортный сезон на носу, а работа там еще, извините меня, много. Работы в нижнем слое покрытия будут завершены в первом месяце. В курортный сезон никто работать не будет. Если вы дочуете работать, то на самом деле уже работать будете в другом месте. Коллеги, давайте по-честному, видите, все ездят и все не дурачки или не дураки. Понимаете, все же видят, что работает полтора человека. Играться хватит, коллеги. Мы все время вас что-то просим. И если до 1 июня, коллеги, то, о чем мы сейчас проговорили, не будет выполнено, я оставляю за собой право исходить уже из собственных решений и действий, для того, чтобы я все-таки результат этот достиг, а я, поверьте, это смогу сделать. Впрочем, готовиться к началу летнего сезона должны не только курортные города. По прогнозам синоптиков, уже через две недели на Кубани будет по-настоящему жарко. А далеко не во всех муниципалитетах есть благоустроенные пляжи на реках и озерах. Вдоль таких водоемов обычно стоят таблички, которые запрещают купание. Но это не останавливает желающих окунуться в прохладную воду, когда на улице под 40 градусов жары. Открытым остается проблемный вопрос отсутствия в 25 муниципальных образованиях степной зоны края организованных пляжей. При этом отмечу, что в 2017 году в степной зоне края на воде погибло 133 человека, что составило 56% от общего показателя гибели за год. Лето есть лето. И на селе тоже это лето. И там, конечно, купаться запретить невозможно. Можно таблички понаставить везде. Но это не решение. Решение тогда, когда мы садим условия для того, чтобы вот там запрещаем, но вот здесь организованное купание. Пожалуйста, прогоните и купайтесь. Это будет правильно. Вот эта задача сегодня глава муниципальных образований. Курортный сезон стартует уже в начале июня. Для Кубани он станет особенным. Ведь этим летом приедут не только туристы, но и футбольные болельщики. И главная задача сделать так, чтобы каждый из них захотел еще раз вернуться в Краснодарский край. Мария Крошная, Инна Чайко, Денис Перец, Алексей Комаров и Александр Брыксин. Кубань-24, Анапа. На Кубани раньше срока завершили весеннюю посевную. Это удалось благодаря работе аграриев и погодным условиям. Почти 2 миллиона гектаров занимают яровые культуры. После рекордного урожая прошлого года аграрии увеличили площадь посева сои, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев одному из информагентств. Под яровые культуры на Кубани отведено почти 1,9 миллионов гектаров. Аграрии завершили сев яровой пшеницы, подсолнечника, кукурузы, назерно, сои, сахарные свеклы и риса. По сою увеличили площадь сева на 39 тысяч гектаров. В прошлом было 176 тысяч гектаров. Урожай сои в прошлом году был рекордным – 360 тысяч тонн. Получить его помогли увеличение площадей и семена нашей российской селекции. Кроме того, осенью аграрии края засеяли больше полутора миллионов гектаров азимой пшеницы и 124 тысячи гектаров ячменя. Культуры без потерь пережили холода и находятся в хорошем состоянии. Это позволяет рассчитывать на богатый урожай, акцентировал Вениамин Кондратьев. По дороге в Крым появятся зоны дорожного сервиса. Сейчас вдоль федеральной трассы Новороссийск-Керчь строят заправки, магазины, мотели, автомойки, СТО и оборудуют ярмарки. По подсчетам экспертов, после того, как открылась часть Керченского моста, транзит через Кубань увеличится на треть. В крае предоставят туристам весь спектр необходимых услуг, отметил глава региона Вениамин Кондратьев. По его поручению прорабатывают вопрос об увеличении уже имеющихся торговых объектов вдоль дороги, ведущей к Крымскому мосту. Благодаря комфортному отдыху водителей возрастет безопасность на дорогах. Планируется, что заработают многофункциональные зоны уже в июле. Рейсы лайнера «Князь Владимир» из Сочи в Севастополь отменили до августа. Об этом свидетельствуют доступные для брони на сайте круизы. Круизная компания объяснила отмену рейсов техническими причинами. В плавании «Князь Владимир» по планам выйдет в августе, сентябре и октябре, цитирует ТАСС представителя компании. Первый в этом году рейс должен был состояться из Сочи еще 29 апреля. Однако лайнер не смог покинуть Севастополь из-за поломки. В итоге «Князь Владимир» вышел из города 4 мая. Таким образом, первый круиз был перенесен на 6 мая, но и он не состоялся из-за пожара в машинном отделении судна. Сегодня утром глава города проинспектировал центр Адлера, близится и открытие курортного сезона и старт чемпионата мира по футболу. Поэтому особый акцент на санитарное состояние, в том числе торговых объектов и дворов. Какие недочеты нашлись в самой южной части курорта, расскажет Инга Габешия. Глобальные недочеты, на которые мэр указал еще месяц назад, здесь решены. Но вот вопросы, требующие ежедневного контроля, остаются открытыми. Первое, что бросается в глаза – сухая листва, деревья и пальмы, требующие кронирования. Местами нужно покрасить бордюры и обновить всю дорожную разметку. Более активно работать и над созданием живых изгородей. Масса претензий к предпринимателям. Бизнесменам посоветовали облагородить газоны, прилегающие к их объектам, и настоятельно рекомендовали соблюдать чистоту и порядок в ларьках, магазинах и кафе. Весь бизнес, торговля начинает свой рабочий день с того, что готовит свое рабочее место. С 8 часов каждый день нам натираются витрины, фасады. Здесь это, ну, даже никого в голову, то есть это для них смешно. Это что за ларьок? А теперь посмотри, какой он грязный. Поэтому уберите его из дислокации больше, чтобы вот здесь не было. Сколько времени на то, чтобы вывезти это все? Вы что, не видели этого? Видели. А теперь говорите, почему надо вывезти. Аналогичная ситуация на более крупных предприятиях. Указывать на грязные окна мэру пришлось и в отделении банка. Посмотрите, в каком состоянии ваш банкомат. Ну, трудно утречка взять, вот это все пооттирать. Идите, попробуйте, попробуйте вместо меня. Гирлянды из паутин не сочетаются с образом курорта мирового уровня. А Сочи является именно таким, подчеркивает Пахомов. И этот уровень должны поддерживать как чиновники, так и местные предприниматели. И, разумеется, сами сочинцы, жители многоквартирных домов. Во дворах которых комиссия также обнаружила нарушение санитарного порядка. А вот за промашки и упущение управляющих компаний – штрафы. Подписал постановление о введении повышенной пожароопасности. Штрафы увеличены в 10 раз. Что касается рекламных объявлений, расклеенных в неустановленных для этого местах, то глава Сочи поручил подчиненным звонить на указанные номера телефонов и обязывать нарушителей восстанавливать нанесенный городу ущерб. То есть снимать свои объявления и красить столбы. К слову, все нарушения, в том числе факты антисанитарий, не просто зафиксированы. По ним будут составлены протоколы. Полномочия управления административной инспекцией позволяют, в том числе, приостановить деятельность того или иного заведения. Но есть в Адлере и положительные примеры. Большая часть тех же предпринимателей работает на благо города и принимает участие в благоустройстве территории. К примеру, на улице Свердлова бизнесмены предложили создать сквер на пустующем земельном участке. Проект активистам предоставит администрация города. Не потому, что там проводят какие-то мероприятия всероссийского, всемирного масштаба, а потому, что у нас город, курорт, мы должны все это делать. А если это парк, то давайте все вместе делать. Мы работаем, живем, сами хотим в зелени, в красоте. И, конечно, наша обязанность содержать это все вокруг нас хотя бы. Поддержать инициативы мэра готова и молодежь. Пообщавшись с главой города, ребята пообещали принимать активное участие в жизни района. Срок же для устранения недочетов до 1 июня. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочинские полицейские пресекли деятельность наркопритона. Он был обнаружен на улице Войково. Какая ответственность грозит организаторам притона и его посетителям, расскажем в нашем следующем сюжете. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что трое местных жителей содержат наркопритон в центре Сочи. При проверке сведения подтвердились. 51-летний владелец квартиры совместно с двумя своими товарищами предоставлял свое жилище для употребления запрещенных веществ. Хотя и он, и его друг эту информацию отрицают. Ваша квартира является притоном? Я нет. Что за люди здесь? Просто притон. Кто они такие? Ну я половина знаю, половина не знаю. Ну как? Так, именно они знают. Вам незнакомые люди в гости приходят? Ну не к нему, к коллегам бывает это самое, кто приходит. С какой целью они приходят в гости? Поговорить просто. В квартире находилось 9 человек. Все в состоянии наркотического опьянения, что подтвердили анализы. При дальнейшем осмотре жилища полицейские обнаружили и предметы, используемые для приготовления и употребления наркотиков. Шприцы и ложка. В отношении задержанных составлены административные материалы по статье «Употребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача». Сейчас подозреваемые содержатся в изоляторе. Мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто обладает информацией о таких нехороших квартирах, сразу же сообщать в полицию по телефону 02. Ну а хозяину нехорошей квартиры и другим организаторам притона теперь светит реальный тюремный срок. Санкции уголовной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочинской таможне пресечен незаконный вывоз крупной суммы. В аэропорту у пассажира из Израиля изъяли иностранную валюту. Он пытался провести почти 33 тысячи евро наличными. При этом крупную сумму не декларировал и направился в так называемый «зеленый коридор». В результате пересчета наличных было выявлено 32 тысячи 700 евро. Как пояснил пассажир, деньги он выиграл в турнире по покеру в казино Красной Поляны. О том, что такую сумму при вылете за рубеж необходимо декларировать, он не знал. Незаконно перемещаемые купюры изъяты. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает штраф от трехкратной до десятикратной суммы перевозимого. Либо ограничение свободы на срок до двух лет. Сочинские полицейские присоединились ко всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». Правоохранители показали школьникам основные приемы самообороны. Ежегодная всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка» направлена на пропаганду профессии полицейского и здорового образа жизни. Сотрудники полиции встретились с учениками начальных классов на базе военно-спортивного клуба «Гренадер» имени Виталия Бубенина. Представители общественного совета провели с детьми профилактическую беседу о вреде курения, алкоголя и наркотических средств, о пользе здорового образа жизни и занятий спортом. Ребята посмотрели документальный фильм «Вместе против наркотиков». А после заместитель председателя сочинского общества «Динамо» Дмитрий Лизнов провел с детьми разминку. Ребятам продемонстрировали и основные приемы самообороны. От такого урока физкультуры школьники остались в восторге. Спасатели МЧС провели тренировку на скальном участке Ореховского водопада. Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда отрабатывали спуск со скального участка при помощи альпинистского снаряжения, а также подъем условно пострадавшего в носилках с использованием мотолебедки. В тренировке приняли участие 8 спасателей отряда. Высота спуска и подъема по нижней ступени Ореховского водопада – 27 метров. В Сочи на одном медучреждении стало больше. Сегодня в больничном городке открылся многопрофильный центр. Это филиал известной Краснодарской клиники. Здесь работают врачи разных специализаций, есть лаборатория, а также возможность проводить малоинвазивные операции. Частный бизнес должен развиваться и составлять достойную конкуренцию нашим государственным муниципальным учреждениям здравоохранения. Здесь работают высокопрофессиональные и врачи, и медсестры. Как отметили на открытии, для Сочи такие многопрофильные центры крайне важны, особенно в условиях стремительно растущего населения города и приближающегося курортного сезона. Мы каждый год принимаем большое количество отдыхающих, и, безусловно, нагрузка на нашу муниципальную сеть чрезвычайно высока. Муниципальное здравоохранение сегодня на высоком уровне в городе Сочи, и это наши новые построенные больницы, обновленные поликлиники, это, безусловно, очень здорово. Но то, что сегодня на нашу площадку в город Сочи приходит, в частности, вот такой центр, это совершенно классный такой проект. Добавлю, что подобные центры сегодня работают по всей Кубани. В филиалах будут организованы выездные консультации не только ведущих докторов России, но и зарубежных специалистов. В Сочи стартовал фестиваль кофе. Это праздник и для профессионалов кофейной индустрии, и для любителей этого напитка. В его рамках проходит соревнование среди бариста Юга России. Расскажет Елена Овсецина. В Сочи приехали представители лучших кофейн Южного региона и Поволжья. Это команда из Ставрополя, Воронежа, Краснодара, Волгограда, Казани. Главная задача участников чемпионата, демонстрируя свои профессиональные качества, рассказать о своем заведении и приготовить необычные новые напитки на основе кофе. А во втором этапе им необходимо будет выполнить задание по латте-арту. Это искусство рисования молочной пеной по напитку. И также задание черный ящик, когда они из пяти ингредиентов должны приготовить, прямо тут на месте придумать новый какой-то авторский напиток. А пока кофейни состязались в профессионализме, гости дегустировали кофе, который во всем своем разнообразии представлен на фестивале. Сейчас я пью Бразилию с альтернативным способом заваривания. Очень вкусное, мне нравится. Представлен на чемпионате Russian Coffee Cup из Сочи. Второй раз участвует сочинский кофейник. Бористо поддерживают постоянные посетители кофейни. А кофейник можно посетить и в Адлере, и на Красной Поляне, и уже в центре Сочи Новоровского 5. Участники команды признаются, для них, конечно, важно побороться за лидерство, но самое главное – почувствовать кофейную волну, влиться в необычную атмосферу и, зарядившись здесь, позитивом на год поделиться им со своими друзьями, любителями кофе. Здесь во время презентации команда кофейника приготовила два авторских напитка – горячий и холодный. Для чемпионата на сегодняшний день мы приготовили кемикс с нашим домашним апельсиновым сиропом, который готовил наш шеф Бористо. Он будет холодный, освежающий, охлаждающий. Мы подчеркиваем чайное тело и показываем гостям, что кофе не всегда должен сбивать своей температурой и сильным таким кофейным вкусом. Авторские кофейные работы будут непременно внесены в меню кофейника с обязательной ремаркой – участник чемпионата Russian Coffee Cup. По итогам южного отборочного тура, а это уже будет завтра, две лучшие кофейни будут соревноваться в финале чемпионата. Он пройдет с 24 по 27 сентября в Москве. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok